И в связи с шестой годовщиной трагических событий июня 2010 года к народу Кыргызстана обратился президент Алмазбек Атамбаев. Уважаемые соотечественники, сегодня народ Кыргызстана вспоминает трагические дни июня 2010 года на юге страны. Мы потеряли тогда 442 человека, наших сограждан. Прошло шесть лет, но мы по сей день скорбим по погибшим и пропавшим без вести. Тысячи людей в те дни получили увечья, стали инвалидами. Народ помнит, что за последние полвека это был третий крупный межэтнический конфликт на юге. Гибель людей в 60-е годы не стала уроком ни для властей, ни для общества. Спустя 30 лет это привело к кровавым Ожским событиям 1990 года. Но о них тоже постарались забыть. Ничего не было сделано для системных изменений. Напротив, еще более усугубили проблемы, в том числе разделенных по языкам обучения школ и вузов. С течением времени все это привело к еще большему разделению общества. Информационное пространство не было единым, делилось по языкам вещания. Поэтому через 20 лет в июне 2010 года очаги межэтнической розни вновь заполыхали. Потому что некоторые забыли, что тлеющий огонь нетрудно оживить. Особенно, когда есть сепаратисты и националисты, готовые на все ради власти и денег. Они хотят казаться героями, а на самом деле выполняют волю врагов своего народа, становятся провокаторами, толкающими людей на смерть. Именно этим воспользовались силы, не хотевшие видеть после апрельской народной революции свободный и сильный, независимый Кыргызстан. Расплачиваться пришлось, как всегда, народу. И с каждым разом все дороже. В 1990 году богатейшая в те времена супердержава СССР выплатила семьям погибших всего по 1300 рублей. На них можно было купить разве что телевизор, холодильник и пару стульев. Пострадавшие же в 2010 году получили или восстановили жилье. Семьи погибших получили еще и по 1 миллиону сомов. Всего же с учетом международной и гуманитарной помощи на восстановление мирной жизни ушло свыше 14 миллиардов сомов. В том числе из республиканского бюджета – около 6 миллиардов сомов. Эти деньги не были лишними. Ради восстановления юга Кыргызстана государству пришлось сокращать целый ряд социальных и инфраструктурных проектов по другим областям и городам Кыргызстана. Но дело не только в цифрах затраченных ресурсов и денег. Нам предрекали распад государства и гуманитарную катастрофу. А мы не только восстановили разрушенные дома, предприятия и учреждения. Мы строим систему, которая должна вернуть доверие и укрепить отношения между людьми, которые разрушались многими десятилетиями. Чтобы уроки трагедии не прошли даром, чтобы избежать подобной беды в будущем. Поэтому была выработана и утверждена концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений. Она рассчитана на три этапа и опирается на конкретный план практических мер в самых важных сферах – образовании и культуре, социальной и кадровой политике, идеологии и экономике, государственной и муниципальной службе. Сегодня можем уверенно заявить о закладке твердых основ по всем основным направлениям концепции. Более того, мы сделали необратимыми процессы первых двух этапов ее реализации. Образовано государственное агентство, ответственное за политику в межэтнической сфере, и создана система ответственности за ее проведение на местах. Первые позитивные тенденции наметились в кадровой политике. Принята и реализуется целевая программа развития государственного языка и языковой политики. Развитие кыргызского языка никогда еще в истории не знало таких масштабов и темпа. Впервые эта работа опирается на серьезную поддержку из бюджета. Речь идет о сотнях миллионов сомов. Издаются книги, создаются новые учебники. Все больше граждан Кыргызстана, независимо от этнической принадлежности, изучают и говорят на государственном языке. Три года ушло на проработку современной системы оценки знаний кыргызского языка. И в этом году мы приступаем к тестированию государственных служащих по программе «Кыргыз-тест». По-новому мы подошли и к термину «признание единства в многообразии». Нам долго пытались навязать то, что первичным и главным на пути к единству народа является уважение к многообразию языков и культур в полиэтническом обществе. Но мир видит, к чему такая политика приводит многие страны, в том числе в Европе. Кыргызстан же в своей концепции исходит из того, что первичным должны стать уважение к своей стране, ее истории, культуре, государственному языку и любовь к родине. Именно это должно объединять. Именно в этом мы видим основное условие достижения гармонии в отношениях между представителями кыргызского и других этносов. Отмечаются позитивные достижения в сфере культуры, спорта и информации. Многим, помню, импонировало, когда на главном телеканале страны новости на чистом кыргызском языке читала телеведущая «Русская по национальности». Или другое. Посмотрите, с каким чувством и честью несут знамя Кыргызстана футболисты нашей сборной. Многие другие спортсмены, среди которых представители самых разных этнических сообществ Кыргызстана. О правильности выбранного пути говорит и то, что многие люди начинают ощущать себя кыргызскими гражданами независимо от этнической принадлежности. Одним из главных достижений на пути к единству мы считаем то, что наши сограждане узбеки на юге Кыргызстана стали больше говорить на государственном языке. В общественном пространстве города Ош зазвучала кыргызская речь, и это сразу существенно понизило температуру межэтнических отношений. Оглядываясь на путь, пройденный Кыргызстаном за шесть лет после трагедии, можно твердо сказать – сделано многое. И ошибаются те, кто думает, что все это произошло само собой. За достигнутыми миром и стабильностью кроется масштабная повседневная работа государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации, многих наших честных и добросовестных граждан. Впереди не менее трудные задачи. Первой в их ряду стоит укрепление мира. Президент и правительство делают свою работу, но мир и благополучие в стране начинаются с мира и благополучия на каждой улице, в каждом селе. И каждом городе. Каждый гражданин и каждый глава Аилу Кмету ответственны за это. Мы не должны забывать, что межэтническая сфера является самой тонкой и взрывоопасной во всем мире, а потому очень часто используемой деструктивными силами для развязывания кровавых конфликтов. Никто не сохранит мир и единство в нашей стране, кроме нас самих. Каждый гражданин Кыргызстана должен осознавать свою ответственность за мирную жизнь людей в своем доме, квартале, селе, на своей улице и в своем городе. То, что на юге страны за последние 50 лет уже трижды вспыхивали крупные межэтнические конфликты, уже трижды проливалась кровь сотен граждан Кыргызстана, обязывает жителей юга страны с особой ответственностью относиться к каждому своему поступку и слову, к воспитанию детей и подростков, к поведению взрослых. Больше такое не должно повториться. Уважаемые соотечественники, одной из центральных задач нового этапа реализации концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений становится формирование общегражданской идентичности. Важно, чтобы гражданство для любого кыргызстанца постепенно стало иметь большее значение, чем его этническая принадлежность или религия, чтобы любой гражданин нашей страны знал историю и культуру народа Кыргызстана, с гордостью говорил «мен кыргыз джаранымын». При этом свободно владел кыргызским, русским и еще одним из мировых языков, а также имел все возможности использования языка и развития культуры своего этноса. В этом деле главная опора на законность. Ни для кого не секрет, что зачастую те, кто должен гарантировать правопорядок и защищать человека, нарушают его права. До тех пор, пока есть место нарушением прав человека. Прежде всего, в правоохранительных органах никакие другие достижения не помогут сформировать поколения граждан, которые будут дорожить единством народа и искренне любить Кыргызстан. Своё новое место в этой большой работе должна найти Ассамблея народа Кыргызстана. Мы связываем свои надежды с новым руководством Ассамблеи и стремлением этнокультурных центров Кыргызстана к укреплению единства народа и нашей государственности. Уважаемые соотечественники, в своё время Кыргызы, объединив вокруг себя разные народности, создали великий Кыргызский Каганат, который простирался от Сибири до Средней Азии. Кыргызы являются стержнем многонационального народа Кыргызстана. Именно поэтому Кыргызы особо ответственны за единство и благополучие нашего народа. Кыргызстан уверенно идёт по пути укрепления независимости, построения справедливого государства. Благодаря терпению и труду народа, а также принятым мерам со стороны государства, за последние несколько лет Кыргызстан вышел из бедности, фактически стал страной свободных людей. Уже сейчас мы отличаемся от других стран в первую очередь высоким уровнем гражданских свобод. Но чтобы эти наши преимущества привели к укреплению экономики и повышению благополучия кыргызстанцев, надо много ещё сделать. Главным условием достижения нашей цели является укрепление единства народа. Президент Алмазбек Атамбаев